Приветствую вас! Начать мой ответ я бы хотел с того, что сказать некоторую такую, если можно, небольшую предысторию вопроса. Вот люди приходят на работу, начинают работать и пытаются для своего комфорта, для своего спокойствия, может быть, для своей гармонии выстраивать некие такие адекватные отношения с коллегами, что, в принципе, правильно, что, в принципе, хорошо. Но, вот это желание выстраивать какие-то хорошие отношения с коллегами, это желание, оно, к сожалению, ведет к тому, что один из людей необоснованно сближается с другим, вовлекается эмоционально, потому что, получается, как человек начинает отношения к рабочим вопросам сперва, потом больше переходит на что-то личное, на что-то, какое-то нерабочее, пытается что-то сделать, у него не получается, то он начинается больше и больше усилий прикладывать к этому. И в итоге начинается эмоциональная загора. То есть человек просто-напросто тратит свои ресурсы и тратит свои ресурсы, ну, в общем-то, в никуда. И вот, казалось бы, в любом коллективе есть такой вот истероид, да, такой вот истероид, который старается привлечь внимание, который, вот, старается вызвать жалость других людей к себе, манипулировать ими. То есть это вот такое вот осозненное или неосознанное средство для манипуляции человеком. И возникает вопрос. Вот тот же человек эстероид. Это понятно. Он вот такой, он такой был всегда, если я правильно понял вас. А вот почему другой человек, который пытается помочь, начинает вовлекаться эмоционально в это, начинает чувствовать влияние на себя этого человека, начинает, как бы, переносить на себя ответственность за то, что плохо другому. Почему так происходит? И ответ кроется в вашем сообщении, в вашем ответе. Смотрите, вы задаете платный вопрос, то есть на свои деньги, и вы говорите, разрешите попросить совета. Далее вы пишите, спасибо за помощь. То есть, в принципе, вам еще не помогли, вы еще не знаете, помогут ли вам. Вы уже, вы уже благодарите за помощь. То есть, видно, что вы как-то верите, вы верите в то, что вам помогут. А самое главное, что вы говорите, разрешите попросить совета. Ну это ладно. Далее, вы говорите, уже в своем дополнительном дополнении, вы говорите, простите, что много. Я допускаю, что вы не читали других вопросов. И не знаете, что это немного, это вообще ничто. Много это, знаете, как-то, когда, вот, реально, вот, одна страница, да, вот, одна страница с полным текстом. Вот представьте себе эти страницы, там, четыре, например, пять. Просто откройте спичек платных вопросов и посмотрите, какие бывают большие вопросы, действительно большие. У вас вопрос небольшой. И вы все равно извиняетесь, вы говорите, простите, что много. То есть, вы мало того, что задаете платный вопрос, то есть, вам, как бы, обязаны ответить, ибо вопрос платный. Так вы еще и извиняетесь и благодарите всех два раза за помощь, которую вам еще не оказали, да, и которую, может быть, не оказали. Ну, там, по-разному бывает, вот, по-разному воспринимается информация, по-разному человек впитывает, усваивает то, что ему говорят, вот, или пишет. То есть, вы здесь занимаете определенную модель поведения. Какая это модель поведения? Вот эта модель поведения неуверенного в себе человека, это модель поведения, я бы сказал, знаете, такого немного ставящего себя ниже. И получается, что если вы не уверены в себе, получается, что если вы для вас нередко ощущение вины за что-то, то получается очень интересная ситуация. Это пустота, это неуверенность в себе, сомнения в себе, вина, это пустота. Принизенные рамки дозволенного вам, то есть то, что вы считаете позволительного вам компенсируется тем, что вы позволяете что-то другим. Вот я не знаю, как вы вообще выстраиваете свою деятельность. Вот вы, например, говорите, простите, что много. Ну хорошо, давайте предположим, что вы действительно написали много текста, вы за это извиняетесь. Вот скажите, зачем вы извиняетесь? Если вы написали много текстов, значит, это ваш текст, это вам важно. Вы не сделали никому ничего плохого. Извиняться за что? Вот, пожалуйста, наверное, обратите самое пристальное внимание. И получается так, что если вы себя чувствуете виноватой, то этим пользуются другие люди. Вы позволяете пользоваться другим людям этим, своей виной, своей неуверенностью в себе, в интересах других людей. И связано это с тем, что да, вы не можете устанавливать личные границы. Связано это с тем, что вы чувствуете повышенную ответственность за другого человека. Вот вы говорите, что там и телевизор не оставили переносом, и книжки приносили, и советы давать пытались и так далее. Вот, знаете, это коллега ваш, и это человек, с которым нас связаны только работа. Но вы пытаетесь этому человеку помочь и относитесь к нему не как коллега. И связано это именно с тем, что вы не уверены в себе, что вы сомневаетесь в себе, что вы чувствуете вину, берете ответственность на себя, за других. Но вы не несете ответственность за себя. И отсюда вытекает логичный вывод, что, во-первых, у вас не проставлены границы дозволенного и недозволенного вам, то есть что вы можете делать и что вы не можете делать. Что вы праве делать, а что нет. Связано это, может быть, с неопорными ценностями, с неправильным отношением к себе, там, с неуверенностью той же в себе. Может быть, с детско-родительскими отношениями, когда вам, родители вам, например, внушали, что нужно всем помогать и так далее. И с другой стороны, у вас нет четкого понимания того, что может делать по отношению к вам другой человек и чего не может. И вместе с этим, вместе с этим, у вас не расставлены приоритеты в контексте вашей деятельности. Вот приоритеты в рамках деятельности, которой вы занимаетесь, необходимы. Понимаете? И вот то, что вы приходите домой разбитой, это не потому, что эта женщина постоянно страдала, а потому, что вы позволяете себе, исходя из своих установок, социальных установок и своих ценностей, и своего ощущения себя, вы позволяете ей воздействовать на вас. Вы позволяете себе пропускать ее эмоции, вы позволяете себе вовлекаться в это. И вот здесь интересный момент. Дело в том, что просто так это не происходит. Могу допустить, что справедливо все, что я сказал до сих пор. Но могу допустить, что и нет. И другая сторона. Что эта женщина является для вас проекцией чего-то. По сути дела, механизмом замещения некого фрустрационного процесса, то есть процесса неудовлетворенности, недостижимости какой-то цели вами. И из-за этого вы пытались вначале ей помочь. Теперь у вас не получилось, вы ее ненавидите. Но, если так подумать, то за что вы ее ненавидите? Она изначально была такой, если я правильно вас понял. И для нее это поведение нормально, она по-другому может быть. Вести себя не может. Но ненависть, то есть по сути демонизация, которая, так сказать, идеализация, отвечает за наделение человека несуществующими качествами. Для вас это, опять же, средство защиты. Она причина всех ваших бед. Она, но не вы. Вы не в себе ищите проблему, а в ней. Вы говорите, как с ней себя вести. Наверное, она вампир энергетический. Вы спрашиваете, значит, так, сейчас, секундочку. Как мне реагировать? Что делать? Вам не реагировать нужно. Потому что сегодня будет эта женщина. Завтра будет другой мужчина. После завтра этих людей, может быть, будет двое, трое, четверо и так далее. Реакция, если она исходит механически, то есть вот вы как-то вот начали реагировать, это все равно будет тяжело. Реакция, это уже вторичный процесс. А вначале вот все вот эти вот вещи, о которых я сказал, вам нужно разбирать. Почему, например, вы не перенесете вопрос в деловую плоскость? То есть не используйте когнитивное знание и не сбросьте себя. Ну хорошо. Вот она сидит, страдает, охает. Постоянно ждет моей реакции. Но она ждет моей реакции. Я не обязан реагировать на ее поведение. Но я реагирую. Почему? Зачем? Это как-то мешает моей работе? Ну вот то, что она ждет от меня реакции? Нет. А мешает моей работе то, что я даю ей реакцию? Да. Мешает моей работе то, что я домой прихожу разбитой. Да, и не только работе, но и семье. Вопрос. Почему я ставлю в приоритет ее, а не работу и не семью свою? И если мне что-то мешает работать, то есть, условно говоря, если происходит что-то, что нарушает мой трудовой процесс, то это не моя ответственность. Если не я, если не я являюсь инициатором нарушения трудового процесса. ответственность за это несет кто? Руководитель, начальник, менеджер. И почему вы не обратитесь к менеджеру за, даже не помощью, а с просьбой, с просьбой устроить так, чтобы вам никто и ничто не мешали работать? Вот почему у вас нет приоритетов? Этих. И опять же, связано это, возможно, со всем тем, что я сказал до этого. Не буду повторять. Вот вы мыслите именно так. И если вы, знаете, работа с приоритетами, это, как бы, параллельно тому, что я говорю до этого. И все вместе, вот проработка первых аспектов, проработка приоритетов, все вместе даст ту необходимую реакцию вам, которая и запрашивается в ваш вопрос. А женщину вам не изменить. Ваш муж тоже поступает неправильно. Другой вопрос. Другой вопрос. Понимаете ли вы ее поведение? Вот как вы воспринимаете этого человека? Другой вопрос. Знаете, в психологии общения есть очень хорошая цепочка. Очень такая, знаете, важная, что мы видим поступки людей, даже не поступки, а результаты поступков людей, мы видим. Но мы не видим их намерений, то есть то, чего они хотят. Мы не видим их желаний, и мы не видим их личных качеств. Понимаете? И вот вопрос, который я хотел бы, чтобы вы подумали над этим вопросом, подумали над этим вопросом. А если вы не видите качеств, если вы не видите намерений человека, как вы думаете, правильно ли вы интерпретируете его поведение? Верное ли у вас знание о том, почему человек так себя ведет? Вот, пожалуйста, на эту тему подумайте. Вы воспринимаете этого человека как, не знаю, сперва как нуждающего за помощь, а потом как уже демона некого, муж ваш видит в ней тоже что-то негативное. Ну а будет понятно, из-за нее вы чувствуете себя разбитой, то есть он видит в ней угрозу. Но в действительности ни та, ни другая, ни третья позиция не является верной. Это просто несчастный, неудовлетворенный, фрустрированный, противоречивый человек, у которого болезненная потребность во внимание. Такого человека можно пожалеть, но воспринимать всерьез его нельзя. А теперь я задаю вам вопрос. Почему люди воспринимают других всерьез? Ответ. Потому что в поведении людей, которых мы воспринимаем всерьез, нас что-то задевает. Давайте продолжим мысль и спросим вас. А что задевает вас? Что именно вас задевает и почему и тогда можно сказать о том, что это ваша проблема то, что вас задевает. Это не проблема этой женщины. Это ваша проблема. И вот почему это ваша проблема? почему вас это сцепляет? Почему вас это задевает? И ну и ну и снять. Потому что, понимаете, женщина, она одна с вами в кабинете. но поверьте, их может быть больше. И что так? И что тогда? Анастасия, это очень серьезный вопрос. Далее. значит, муч в пестивые с ней не перемонится, а, значит, по ее словам посылает и все. Вот тоже вопрос. А муч он вообще откуда здесь? это ваша работа, это, как бы, ваше, ну, деятельность, это ваше место, где вы реализуетесь. Откуда муч это взялся? Он к вам приходит на работу? Зачем? Как здесь муча вообще вовлечен в процесс, в проблем? Вы здравниваете, как ее игнорировать? Ну, я полагаю, что вопрос, как игнорировать, задам не очень верно. Потому что именно как игнорировать, вы знаете. Не обращать внимания, не вовлекаться в ее игру, где вы проиграете обязательно. Я думаю, что ваш вопрос нужно перефразировать и спросить так. что мне нужно, чтобы ее игнорировать? Чего мне не хватает, чтобы ее игнорировать? Вот этот вопрос куда более значим. И для того, чтобы игнорировать людей, которые вам не нравятся и которых вы не можете поменять. Нужно вам самой подумать, в чем вы не уверены в себе, в чем вы сомневаетесь, где вы плаваете и каковы ваши приоритеты. вполне вероятно, что приоритеты ваши связаны с социальными установками. Как я должен вести себя в общество? Как я должен разговаривать с другими людьми? Как я должен с ними взаимодействовать? и так далее. Вот социальные установки нужно искать и менять их. Вам уже сейчас жизнь, опыт показывает, что вы двигаетесь в неправильном направлении. То есть, ваши социальные установки не работают. На секундочку, что такое социальная установка? Говоря простым языком, социальная установка это смысловой базис того, как я должен себя вести. То есть, я веду себя так, потому что я считаю, что, например, везде должна быть взаимопомощь. Я веду себя так, потому что я ожидаю, что на первом месте должен быть личный интерес, карьеризм, например. То есть, социальная установка это следование некой ценности, общественной ценности и переживания по поводу этой самой ценности. Я хочу, чтобы вы подумали, какие у вас общественные установки. То есть, какие у вас смысловые базисы по отношению к поведению другими людьми. Почему вы ведете себя именно так, а не иначе? Почему вы ведете себя вот так, а не по-другому? Можете ли вы себя вести по-другому? Что вам мешает вести себя по-другому? Вот эти вопросы вам нужно разобрать. Вы говорите, что она начинает стонать, показывать, что, значит, у нее голова болит, она ничего не изображает, то у нее давление, значит, при этом ничем не занята особо, у себя и развлекала ее. Вот, ну вот вы говорите, и она показывает, что у нее давление. И что? Вам-то что? Ну вы пригласите ей помощь один раз. Скажите, скажите ей, вот, я могу чем-то помочь? спрашиваете вы. Конкретно. Вот конкретно, я могу чем-то помочь вам. Если она скажет, да, пожалуйста, принеси там мне воды, например. Возьмите и принесите ей воды. Но и все. В этом случае можно ограничиваться предложением вызвать скорую помощь, если ей так плохо. Это, опять же, приоритет, это, опять же, как бы, разграничение того, что вы должны делать и не должны, и понимание своей компетенции. Вот так нужно вести себя правильно. Но другое дело, другое дело, чем вы можете обеспечить такое свое поведение. Вот мне кажется, что на данный момент ничем. Ну, не можете вы на данный момент обеспечить такое вот поведение. Почему вы слишком мало информации дали о себе? поведение? Полагаю, что это материал для личной работы с вами, либо вы можете сами подумать над теми вопросами, которые я вам задал, и скорректировать свое поведение. В частности, например, подумать о том, в чем вы не уверены в себе и почему, и что вы можете сделать для того, чтобы быть увереннее. что вы принимаете в себе, что вы не принимаете в себе, и почему. А также, что заставляет вас демонизировать человека? Какие у вас мотивы? Только очень вас прошу, будьте честны с собой. То есть, откровенно сами себя спросите, почему я считаю, что этот человек виновен в том, что со мной происходит. Но он себя вел навсегда. Почему? И вот ответьте себе на этот вопрос. Уверен, вы узнаете много нового. На этом все. Надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы у вас остались, пишите в личку, я вам помогу. Если вы решите дописать дополнительные дополнения, то, пожалуйста, сообщите мне в личку также, о том, что вы это дополнение написали, чтобы я его прочитал, и, возможно, дал вам еще дополнительный ответ. ответ. Если вам понравился мой ответ настоящий, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! до новых встреч! Безусловно! Удачи! Удачи! Удачи!